Он может качать, ну как-то так, чтобы третью, ну на два курсу где-то, на два глэвы или на один, и третью магию Макси. Это самый тупой абсурд, который я в жизни слышал. Если придет к Думу, хотя бы, хотя бы, я не знаю, какой самый худший герой? Текис? Они уже его убьют. Дум тоснет Текиса. Аваланч. Тут Зевс ульт и Текис бабах. И нету Саленсера. Вообще, я не знаю, мы можем попробовать постоять. На ноутбуке. У меня нету даже мышки, правда. Давай, ты на айпаде будешь, поехали. Но на самом деле, я думаю, что выгонит его Саленсер и отправит его в Магадан. На самом деле, такой не будет. Лина, его тоже выгонит. Ничего такого не будет. Вот, все, прикол. Просто, Дума, на линии один на один мало кто из героев, которые реально туда могут прийти, выгонят. Без маны он его оставит. Без манусь. Ну, Ярик, ну тебе два человека. Один анонитик, который игрок. Говорят. Готов с любым сыграть на бабке. Дум Саленсер. Правда, что значит выгонит? Что это будет задача? Егор, давай, с любым. Сначала ты стартанешь. Я посмотрю, как оно будет. А там решим уже. А, ну ты уже подстроишься, да? Конечно. Так, в смысле, я за тебя болею. Посмотрит, как? Давай, я на Егора ставлю. Посмотрит, как я первого накрою. Давай, чтобы было честно, ты ставишь на Ивана, Иван на Думе, а я ставлю на Егора. И это мы все комментируем. Вместо, дорогие друзья, поступила только что информация мне в наушниках, что вместо финала у нас будет матч Егора против Ивана. Сайленсер против Дума на 17 тысяч евро. Между прочим, дорогие друзья. На первом месте миллион даетесь? 17 тысяч евро. А, понял. Вот. Ну, сумма-то уверенно звучит. Что там миллион? Миллион это сейчас уже раскидываются этими миллионами. Там ли миллион, там миллион. На Дакете, на этом мейзере. Кстати, а что вы скажете, если Дум в итоге окажется на легкой, будет стоять там против Дарксира? Ну, гиролептер как-то. Это трипла Бейн гиролептер плюс один? Конечно. Похоже на это. А он дайн какой-то, возможно. И придется Виртус Про тогда. Ну, если так Альян захотят сделать, им нужен, конечно, в мид какой-то герой, который не будет бесконечно умирать от спиритбрекера и Лины. А что это за герой? Таких-то и немного. Таких не бывает, вообще. Ну, учитывая, что Queen of Pain нет, да, Дэвид Queen of Pain, а, кстати, тоже я, она же есть. Она в бане, в бане. Она в бане, в бане. А, да, да, да. Не замечена была. Ну, а вдруг, а вдруг это Пак и С4, как старый добрый наш мальчик. Кстати, я удивлен, но будет у него, он будет стоять, у него будет 10 крипов на пятой минуте. Я, кстати, удивлен, что Пак совершенно не пикается никем. Ну, не настолько ничтожный персонаж, чтобы совсем... Ну, сейчас, видишь, на мид берут героев таких, которые потом что-то смогут сделать. То есть, ну, самый популярный это кто? Сэф, Квапа, Темпларка, да? Вот, собственно... Лина. Ну, Лина, да, хороший герой. Квапа, то есть, ее, ну, как сейчас все собирают, да? Арчит, БКБ, Кераса, к примеру. Ну, или Аганим, БКБ, там, рефрешер. Ну, то есть, что-то... Хекс, рефрешер, что-то такое. То есть, действительно, герой полезен на всех стадиях. Вначале она всех поубивает, потом, если у нее все хорошо, она будет фармить быстренько и на любой килл присоединится. Ну, а вот Пак, ну что, во-первых, все эти три героя его вынесут с линии. Ну, только с Квапой он может что-то более-менее. Остальные, вообще, его просто уничтожили назад. Вот. И дальше он, ну, вот не пошло у него. Получил он даггер на какой-то 18-й минуте. Он никогда не пойти не может, он жестко не ДПСит. Ну, то есть, такой бегает, этот вот собачка такая. Это дракончик лесной, собачка. Да, дракончик у нас, лесная крылатая собачка. Вот. Но я, как обычно, не согласен, потому что просто всем впадлу. Вот отвечает. Это так же, как и со всеми остальными героями, которые постоянно их берут и убивают. А Бадон мне тут тоже один рассказывал. В смысле? Я никогда не был против Бадона. Такой, говорит, бесполезный герой в современной мете. Ну, Артур, у него своеобразное представление. Он и против антимага, антимага. А вот этот парень с Думом? Вот этот парень с Думом. Один на один. Это тот парень, ну вот, нет, этот парень, ладно. Этот парень разберемся. Что еще на ты придумал? Так, и в итоге у нас будет Бест оф Дума. Первое будет. Ну, Иван будет тренировать Дума две игры. А Егор будет без дела. Сначала он съедает хиллера, потом он съедает Огра. Разные комбинации. Смотри, так что же это выходит. Но все равно это не отменяет того фактора, что могут Альянс прийти триплой, герокоптер, бейн плюс кто угодно, кристалл, мейден, шмейден, висп, которые в бане. И не дать там поставить Разору. Пофигу на его статиклинк. Герокоптер, бейн плюс один, как правильно, со станом друг. Не дадут ему подойти крипам вообще. Но вот этот парень не из тех. Да, они тогда в легкую живут, скорее всего. Наверное. Это, скорее всего, Дум, может быть, даблами как-то хотят сыграть. Дум Бейн? Ну, а просто, на какой смысл ставить? Ну, вообще, да. Ты туда дабло отправишь, там Разор всосется и все. Как бы тот Альянс не ставили, не все, как-то не слава богу. Потому что вот приходит Darkseer, Spiritbreaker, а у тебя Дезраптор, Бейн и Герокоптер. Вроде и более-менее, но на самом деле, хрен ты кого убьешь. А настолько мерзкие они. Пойдет какой-нибудь Бейн отводить крипа, или Дезраптор пойдет отводить крипа, и Spiritbreaker в то время просто разбивает лицо второму саппорту под щитом, а Darkseer просто спокойно стоит, фармит крипов. Не отводишь ты крипов, ну, ты просто как бы смотришь на них, опять же, убить не можешь толком, но и ничего не фармишь. А Spiritbreaker потом все равно бежит в миддл и все равно забирает твоего миддера. Вот-вот, Spiritbreaker в миддл. И непонятно сейчас, кого брать Альянс, потому что Виндрайнера забанили. Виндрейнджер, Иртус Про на ластбан. Ну, осталась какая-нибудь, не знаю, Ланая, которая еще нормально против вот этих набегов себя чувствует, но потом по игре, конечно, и Братрум спинает, и Darkseer. Им не нужна Ланая, им нужен какой-то герой типа Бестмастера, на мой взгляд, потому что, ну что, у них есть Герыч много фарма, Дума это много фарма, еще один герой с большим количеством фарма, это получится, что Бенди завтра два бича. Да, Бестмастер действительно очень-очень хорош будет, Бестмастер. Вот тут уже волей-неволей задумываешься о том самом паке для С4. Так я почему и вспомнил, что пак более-менее может протерпеть. Бетрайдер среднее, Брюмастер... Тут Бетрайдеру нужны стаки в лесу, а тут стаки в лесу и для гиры нужны будут. Во, вот у Virtus.pro нормальный пик. Погодите-ка. Но это саппорт Лина. Это саппорт Лина, получается... Брюмастер, Бестмастер, так же мне все равно импонируют здесь. Брюмастер тоже не черт персонаж, кстати говоря, против героя Virtus.pro. Брю действительно хорош. Потому что в драке ты долгое время разор БКБ не фармит, как правило, долго. Его можно во всех драках вертеть в Иуле, он будет достаточно бесполезен. Ну и, в принципе, как бы герой для драки, а Virtus.pro любители подраться, их надо как-то останавливать. Если у тебя не будет героя, которым их тормознуть, то они тебя просто задавят. А было уже, да? Dragon Knight! Да, было уже. От Егора не было. Кстати, Егор, обратили внимание, по рейшну нет ни в пике, ни в бане. Не понимают обе команды, как играть. Как в эту карту играть. Не об аддоны, не об рейшн. И это такие брюмастер. Не, ну все, гага. Ну, вообще-то, так-то, если посудить, то у Alliance все не так уж и плохо. Начинается первая карта Alliance против Virtus.pro. Мы передаем слово нашим комментаторам. И давайте же следить за этим интереснейшим противостоянием. Спасибо, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители. Матч Alliance-Virtus.pro для вас будут комментировать. MailStorm и Light of Heaven. И последняя надежда. СНГ вступает в бой. Всем привет. Хочется верить, что наши ребята сегодня собрались, потому что, ну, не здесь им место. Не здесь они должны были оказываться. Не в лазерах. Да, учитывая то, что они довольно-таки смехшибательно вчера выступали. И было бы здорово, если бы они этот этап прошли, как вот просто проходной, чтобы встретиться с теми Сауми, которые побеждали их на Инте когда-то. Ну, я ожидал... Немножечко сегодня они поздновато, на мой взгляд, приехали на место проведения. В то время как Alliance уже разогревались, VP еще стояли со мной вместе в отеле, ожидая своего шаттла. Но я надеюсь, что это не повлияет. И, возможно, быстро они найдут свою игру. В любом случае, настрой хороший. Ну и давайте посмотрим, кто у нас, какого героя забрал. FNG будет играть на Spirit Breaker'е. Lill возьмет себе Lino. Darkseer в исполнении Phobos'a. Dragon Knight от Illidana. И год на Razor'е. И команда Alliance. S4 на медовом Remaster'е. Aki забирает MidBain'a. Monster Loda на гирокоптере. MyNAT Support Disruptor и Admiral Bulldog на Doombringer'е. Да, Doom'a вчера уже отдавали Virtus'ам. Китайская команда Vichy Gaming, но не получилось победить. Хотя игра была очень упорная. Ну и сейчас Doom'a решили отдать сами VP. Интересный получается у них пик. Такой очень агрессивный. И если удастся захватить преимущество, то легко таким пиком его реализовывать, развивать. Да, я бы добавил то, что вот очень хорошо подмечали наши аналитики, что S4 потрясающим образом всегда умудряется соблюдать баланс. Так, вот сейчас опасный выход на руну. Стычка на руне. Да, заходит Razor. Lina Spiritbreaker пошел. Bar'у запустили. Плазма Филд по всем, кто заберет руну. Lina заслипали. Lina дает стан. Ни по кому не попадает. Brumaster Clap. Руну забирает DK. Год тем временем забирает руну сверху. Насколько я понимаю, да, DK забирает руну снизу. Здесь его преследовал Doom, но ничего не получается. Вкачивает стан Иллидан. Вообще, в свое время Иллидан играл на DK без Brassfire с макшенным станом, потому что монопул маленький, тебе тяжело. В то же время спелл наносит за 100 маны 100 урона и станет на 3.25. Но посмотрим, как в этот раз сыграет. Во всяком случае, это очень непопулярный билд. Но это было в далекие времена, когда Brassfire еще не резал урон для своего рога, и сейчас мы видим, что его существенно апнули. Поэтому, ну, хотя бы на единичку Иллидан по-любому будет этот скилл брать. А Doom не съел крип, кстати говоря. Ну да, лучше всего максить. Так вот, хотел добавить то, что Исфор умудряется сохранить потрясающий баланс среди своих героев, потому что оставляет себе лаз-пик. Каждый раз, когда идет он в мид, он учитывает, кому нужен фарм. То есть, ну, в данном случае, гирокоптеру. Может быть, и Думу хочется что-то собрать. Ну и раз такие дела, то берем бремастера, которому в целом нужен только один блинкдагер, и после этого можно спокойно воевать. Но ситуация у него будет тяжелая. Бремастер — это тот герой, который не только милишник и против Розора стоит плохо, но его нюк слишком много стоит для монопула бремастера. И фармить крипов ему будет невероятно сложно. Да, и казалось бы, Исфор по-любому ожидал увидеть в миде ДК, ну, потому что довольно-таки стандартные ситуации доходят на мид, но мы видим, что другие расклады. Врывается ФНГ-шка, подходит год, высасывает очень много дамага, Исфор большие проблемы. И First Blood забирает год, отличная реализация Spirit Breaker, о котором говорилось, что будет он с самого начала игры бегать. Ну и Разор. Разор уже начинает бремастера в миде гнобить. Да, так вот, хотелось добавить то, что у Virtus'ов, как мы знаем, то, что они знают, как комбинировать Dark Sira и Spirit Breaker, 6 побед из 5. Вообще, наверное, открытие этого патча, вот такая дабл-линия, которая довольно-таки мобильная, может идти куда угодно. Там вверх свои леса, ромить, в общем, все что угодно. И Virtus'а ее пока с удовольствием использует. Фубас решает не рисковать, слишком тяжелая линия наверху, в итоге уходит в свой лес. В общем-то, решение неплохое, потому что Разор не самый лучший фармитель стаков. Spirit Breaker у нас разгоняется на Doom'а. Doom, земля в кулдауне, Doom попадается под стан Лины, нужно попадать станом Лины, да. Застанил его Декад, нужно забирать Бульдога. Brassfire и последняя тычка, не хватает буквально одного удара по Бульдогу, он уходит. Ну, пробили все равно здорово. Doom вынужден отойти на базу, там он, естественно, потеряет большое количество голды. И на миде, на миде приходит Аки на помощь. Вот казалось бы, что S4 ожидал увидеть в миде ДК, потому что дефолтная ситуация, но здесь ВП показывает чудесные ротации, и не только Иллидан умеет играть на Разоре, но и Гот тоже любит на нем покатать. Ну и пока что начало очень серьезное. В то время как Кэри идут более-менее вровень по фарму, Дарксир ушел в леса, на миде разгром. 16 на 6 против 8 на 1. И никак не поможешь. Даже если придет Бэйн, чтобы заслипать, вы там дали клаб Брэйнсап, то почти в любой ситуации Разор высасывает из Брюмастера дамаг, и ты не сможешь, Крепо, ну его вообще никак забрать. Да, третий статик линк уже берет, поэтому буквально за пару секунд 48 урона из Брюмастера. Несчастный Брюмастер имеет буквально 10 урона. Вот вопрос, что хочет сделать Аки. Он стоит здесь на горочке уже буквально минуту, то есть не двигается ни вперед, ни назад. Видимо, хочет урона помочь для Брюмастера сжать. А Айспорт стоит на миде и думает, ну Аки, что там, будем что-нибудь придумывать? Но, как мы видим, нет. Абуз Ботла в прямом эфире. И, как мы видим, у Разора и так. Отличная ситуация, нападение на Дума. Дум включает землю. Варда у него нету. И сейчас нужно играть аккуратно. Бульдог. Заканчивается земля. Ну, успел отойти. Ну, и фангашечка его спокойно прогнал. И можно дальше бегать, забирать руны для своей команды. Ну, вот говорили наши аналитики, долго спорили о том, кто же сможет прогонять Дума. Да, тяжело его прогонять. Но когда у тебя два героя, еще третий может потенциально набежать, здесь, конечно, ситуация очень хорошая для обогнобления. И сверху Фобоса заслипали. Подходит Майнац, имеет Глимс. Также у нас на позиции Аки возвращают Дарксира. Подходят Крипы. Гирокоптер не успевает подойти и Фобос отступил. Да, Фобос засейвил Сурж под самый конец. В итоге очень легко уходит отсюда. Получил немного экспириенс. Почти третий левел. Тут на меде сейчас опасный момент. Коровка с ДД. И Альянс этого не видели. Нет, видел Бульдог. Он каким-то образом пинговал, по-моему, на руну. Нет, он пинговал на руну, что просто ее забрал Братрум. Там, естественно, С4 не может знать, что это может быть. Там хаста, инвиз, может быть, просто какая иллюзия. Пошел Спиритбрейкер. Нужно вгрызаться в него. Сапог есть у Брюмастера. Но и у Розора рановато прожимает статик линк. Дэмэджи высосать не успел. Ну и разменяться хорошо не получится. Поспешил немножко Сергей с этим статик линком. Ну, в любом случае, Братрум прогнал Брюмастера. 12 крипов против 27. Ситуация не очень хорошая. Ну, на шестом левеле, как-то с покупкой быстрого блинка или вообще какого-нибудь блинка, может быть, Брюмастер и окажется пополезней. Будет Розора держать где-то в воздухе. Только на это остается надеяться Айлайн. Ну, у него такая... У него очень скоро нормализируется ситуация. То есть он сможет принести себе боттл. Да, вот прямо сейчас он его себе несет. И за счет него можно там подходить, может быть, забирать двух крипсов. Со своего клэпа. И потом, может быть, какая-нибудь руна обломит. Там выпадет хаста, да, и можно идти и давать минуса. Наконец-то на фарме алботтл. Да, то есть сейчас Эсфору находится в той позиции, что в целом в медиа выносит очень мало. Как мы видим, Розор имеет топ-1 крипстат, учитывая то, что он стоит один на один, а Гирокоптер все это время на фрифарме. И Брюмастеру нужно срочно двигаться. Стараться быть полезным на карте. Дум забирает баунти руну. И тяжелая ситуация у Вульдога. Есть земля. Есть также станчик у него. Будет ли его прожимать? Бульдог будет мансовать. Мансует очень здорово. ДК не успевает подойти, да. Ну и за счет того, что уворачивается от этого стана, уходит. Хотя, на самом деле, даже если бы не увернулся, наверное, ему спид позволил ему убежать от ДК. Он очень грамотное направление выбрал. Понимал, что с одной стороны ДК, который тебя на 100% застанет, а с другой стороны Лина, которая может и не попасть, учитывая, что у тебя там сапог, земля, тебе легко мансовать. И Бульдожи браво. Ну вот главное сейчас не отдать этого Разора, потому что ситуация у Года шикарная. Magic Stick грейженый, аквила, сапог, бутылка, 8-й левел, моспид хороший, Брюмастер от него не убегает. Ну, в данной ситуации убегает, конечно, потому что хоста в бутылке. Но у Брюмастера артов нету вообще. Ну вот сейчас он грамотно действует. Наблюдая за тем, что Брюмастер подобрал хосту, то очень опасно подходить. Брюмастер может лететь на тебя, дать клап, расстроиться, потом еще с ультимейта достанет. И с любым плюс один Разор умирает. Поэтому аккуратненько выходит на мид, дает колечко, забирая через крипов, и обратно в свои леса убегает. Берет ПТ-шку на силу, сейчас подождет еще бутылку, и будет у него все хорошо. Ждет, когда закончится хоста. Да, Брюмастер ее использует. Да, ну и Брюмастер уже время. И Смоук, выход от Alliance, это важнейший момент для Virtus.pro. Сейчас нужно задоджить эту агрессию, и все будет просто отлично. Но выход непростой. FNG занимает у нас позицию в лесах, Фобос всего четвертого левела, тяжело будет ему здесь выжить. Фобос в очень хорошей позиции находится. Virtus.sharit. На миде стоит один Doom, и два героя отсутствуют. Но самое приятное, отобрать товар сверху. И может быть забрать героя, который пойдет его дедить. Поэтому товары неспокойно отдали. И вырывает. И вырывает. Перетяжка пошла. Spiritbreaker неплохо врезается. Фобос живет. Гирокоптер дает рассказ. Погибает первым у нас. Возвращают глимцом Spiritbreaker, спасая его. Погиб Disruptor. Spiritbreaker просто уходит на ТП. Какой мисплей от Alliance? И ульт Брюмастера тоже потрачен. В итоге за вышку они платят Disruptor, стягиваются все и не забирают никого. Да, еще потратили смог. И FNG-шечка. Самоотверженно ворвался один в толпу. Перехитрил. Не ожидали, что он со спины набежит. Да, и достанет всех. Ну, пока Virtus довольно-таки сильно лидирует. Мы видим то, что по графикам 1500 голды, 2000 экспы продолжает набирать обороты. И для Alliance нужно срочно попробовать как-то... Ну, повлиять на ситуацию. Потому что если враг фармит больше, чем ты, и это продолжается так вот каждую минуту, то со временем тебя противник перефармит. Причем потратили ульт Брюмастера и сейчас находятся в тяжелой ситуации. Нечем отвечать. Иллидан просто за счет ультимейта нахарасил тавер. В следующий раз его можно будет забрать. Главное сейчас его не пытаться забрать, потому что, скорее всего, задефит. Но вот Иллидан продолжает наплевывать по вышке. И заставляет стягиваться. Больше 130 хп. Осталось идеальное вообще количество хп. В следующий раз ее нужно будет дефить большими силами, либо отдавать. Вот это, кстати, интересная стата. Ну, так получается, да, что, как и каждый раз, когда наступают у нас турниры, это мейджеры, интеллили, там, с разными ESL-ы, наньянги, то начинают решать, естественно, жир. Героя 5 на 5, а так это вообще один из лучших героев для глобального заместа. Нужно забирать тавер. Отогнали дисраптор. Видели, что он ушел очень далеко. Фортификейшн про юзан. Ну и вышку малыми силами забирают. В то время как вчетвером забирали лайнс тавер, здесь вдвоем фактически. Ну и можно даже считать один Иллидан. У Иллидана очень интересный айтем билд. Ирок есть ПТ на силу. И такого ДК пробить непросто уже сейчас. Если он будет продолжать набирать артефакты на прочность, купить себе какую-нибудь керасовую в перспективе, здесь его даже с хорошим уроном будет забрать непросто. Ну, можно сказать, что если он соберет Блэкинг Бар, то в целом 5 героев его не очень сильно пробивает. Там довольно-таки мало физы, разве что какие-нибудь брюмастерята будут его там ковырять. И тогда перевес в замесе будет точно заверт у справа. Разница по нетворцу между брюмастером и разором 2200, это очень много. Напали на ФНГ, но ФНГ выживет, да. Здесь разор подходит с дабл дэмэджем, под щитком, и драться с ним не хочется вообще никому. Подходит также сюда у нас ДК, будут забирать вышку. Есть ультимейт. Маны, правда, у ДК маловато, есть ли какие-то арканцы. Арканцов, к сожалению, тоже нету. Но хватит, хватит сил. Стягиваются Эйлайнс, неужели они будут принимать этот бой? Иллидан без маны. Выбирает позицию Иллидан, слипают его. Очень неудачная позиция от ВП. Не дают ничего сделать абсолютно. Брюмастеру, брюмастер ультует. Иллидан получает ультимейт, возвращают его. Иллидан убит. Да, Иллидан убит, здесь без шансов. Илья выбрал очень неудачную позицию. Тем временем спиритбрейкера бьют у нас брюмастерята, но ФНГ убегает наверх и нужно делать телепорт. Отделались потери Иллидана. В целом ситуация была не лучшая. ДК без маны, позиция какая-то странная. Тебе забегают и тебя отрезают с двух сторон. ВП нужно играть поаккуратнее. ВП нужно нападать первыми. Если Альянс получается раскастовываться, то есть брюмастер у нас дает трех медведей, гирокоптер закидывает кулдаун по всем. Дум успевает дать свой герой самого важного героя, то тогда Альянс, как мы видим, пока на высоте. Да, ну и дается им неплохо сократить разрыв. И в принципе отбиваться есть чем. Ультдисраптер, ульдум, ультгирокоптера, да. Как ты сказал, в общем, тут если попасть под раскаст, любой умирает. Да, но сейчас у Виртусов появляется окошечко. То есть если посмотреть на их кулдауны, то у них довольно-таки мало. То есть там Ли на 70 секунд кулдауну, у Дарксира стенки еще нет. И даже несмотря на то, что сейчас забрали ДК, то можно смело вернуться на мид. Можно даже вообще никуда не уходить. Нет ульта Панды. Да, нет ульта Панды, нет ульта Дума, нет ульта у Дизраптера, и Тавру пойдет наверняка. Так вот решили прям выбивать кулдауны. Ценой своей жизни. Да, С4 биндит Панд. Ну, в этом плюс есть. Если сейчас забрать Тавр, да, конечно, нужно как-то разменять Элидана. Просто, чтобы он погиб, не хочется. Ждем, когда С4 там разберется с биндами на Панду. Вообще, конечно, по-хорошему это нужно делать до игры. Густаву. Да, все готово. Готовый Лайенс. Но стоит отдать должное, что, несмотря на то, что бинды были не те, не стал паузить во время драки. И, возможно, из-за этого отпустил ФНГ. Но, опять же, тут только твои проблемы, что ты не прочекал бинды заранее. Как мы видим, Вальва у нас организация добрая. Если что, идет на уступки для игроков. Да, ну, вообще, Лайенс, несмотря на то, что у них вот такой стиль неприятный, и многие из-за этого их не любят, я не помню, чтобы они прям отличались каким-то жестким БМом, там, какими-то супертактическими паузами. В основном стараются делать все так, как надо. В итоге ВП забирают вышку, Сэнш покупает Разор, и по золоту даже получается в плюс размен. Ну, конечно, лучше на будущее ДК не отдавать. Дарксиру просто необходимо дофармить Мекку. Да и вообще, левел у него маленький. Возвращают года. Думаю, что с ним делать? Два саппорта без ультов, бейн увидим, что все еще четвертый уровень, и думают, да ну его нафиг. И нету маны совершенно у Дисраптора. Вообще нету маны. Набегают. Аки. Есть слип. В итоге ФНГ разводят на ТП. Да, не стоит рисковать. Все-таки это саппорты четвертого уровня. Там, не дай бог, Alliance грамотно перетянутся, и можно будет вообще всю команду Virtus.pro забрать. Поэтому идут вниз. Ну и все. У Иллидана появляется блинг. Сейчас Virtus.pro за счет своего пика, за счет силы своих героев начнут давить. Давить все товара. И отбиваться очень тяжело. Здесь более того, если Alliance кидает свои спылы, и не удается никого убить, то фактически они теряют, ну, как минимум вышку, а то и больше. Ну, можно посмотреть на эсфор, то, что, видимо, он драться не хочет вообще. То есть пока мы видим, то, что основная его цель для нафармить блинг, и Virtus.pro пользуется этим окошечком, и начинает жадную забирать все товара. Как мы видим, ДПС дикий. Да, ДК плюс Разор. Ребята хорошо бьют вышку. Мекки все еще нет. Нужно ее дофармить? Ну, она не нужна. То есть пока тебе позволяет ситуация без Мекки ходить и отжимать товара, то, в принципе, она нафармится сама собой. Там один товар погиб, второй. И вот уже потихонечку у него очень скоро все будет. Забирают Хелберда Смешера. Хелберда Смешера. Вот блинг на ДК очень хорошая идея от Элидана. То есть вот то, что я говорил до этого, что если ты будешь стоять первой, если ты будешь стоять спереди, то с большой вероятностью будет так, что на тебя повесят думы, ты вообще не сможешь ничего дать. Но если ты врываешься в того же дума со стана, то ты успеваешь дать Брэйсфайр. Ну и потом можно спокойно танковать, так как ты силовик, который готов впитывать. Пока не сильно сказывается, но очень низкий левел у Дарксира. Шестой левел этого мало. У него фактически только щиток, сурдж и стенка. Нету даже первого левела вакуума. А вакуум по-хорошему нужно там на 4. Еще и щиток хотелось бы докачать. И стенку на 2. Ну, Virtus.pro сейчас нормально сделали. То есть они, в принципе, воспользовались слабостью противника. Забрали у нас, мы видим, H3 тавера. И в это время Фобус пошел для себя левел набирать. И он также сможет и меку дофармить. Да, вот мека есть. Можно еще где-то взять плюс 2, чтобы можно было спокойно кастовать вакуум. И пока идет взаимный фарм с обоих команд. Да, сбиваются ворды альянсами. Неплохой вижен стоит у ВП. У альянс он даже чуть получше. Но Virtus.pro никуда не торопится. Им нужно подождать всех своих артефактов ключевых. Сенжин Яши на Разоре. Пару левелов еще взять. Dark Seer как раз-таки донести меку. Ну и ДК. ДК здесь, в общем-то, ничего не нужно в ближайшее время. Точнее, много что нужно, но вряд ли он что-то зафармит себе. И 11-й нескоро. Ну, пассивка, которая дает армор. Разве что. Doom взял барабаны. Что у нас у С4? С4 почти. Вот осталось ему буквально 200 монет. Нападение. Doom. На развороте. Кастует ультимейт. На ДК. Раскаст в адмирала Бульдога. Бульдог умирает, несмотря на то, что успевает дать стан. Но Иллидан здесь выживет. Возвращают ФНГ. ФНГ заслипали. Подходит Разор. Очень больно. Плазма филдом. Ультимейта у Дисраптера нет. Он уходит. С4 все еще без блинка. Пытается как-то зайти. Ставится стенка. С4 попадает под раскаст. Нужно убегать. Ульт от гирокоптера падает. ФНГ падает. Иллидан. Фобос на сурже. Года цепляют. И года убивают. Возвращают Фобоса. И это провал. Минус 4 в исполнении Alliance. Как же здорово раскастовался сейчас гирокоптер. 2200 урона нанес. Как же он подошел вовремя. Два суппорта так долго били с ВП, что те уже в последний момент поверили, что Дисраптер и БН сейчас отдадутся. Но как мы видели, гирокоптер прошел в самое нужное время. Дал свой божественный кулдаун и все погибло. ВП загуляли. Тут больше нечего сказать. Блинк должен сейчас появиться в С4. Отходят они. Мекки не дождались. Не дождались ключевых артов. Но сейчас заберут, конечно, кого-то. Ну там стеночку еще не закомбинили. Мы видим то, что ФНГ забрал Дисраптера. То есть стеночку еще не закомбинили. То есть она, по сути, была дана в молоко. Разор не успел поражать свой ультимейт. Он там погиб почти моментально. Поэтому пока все нормально. То есть если ВП понимает, что нужно свои скиллы комбинировать, то тогда они смогут взять следующий тимфайт. И вот пошли. Так, пошли в смоках. Да, все есть. Ну как мы понимаем, то есть вакуум там первого уровня, он сильно погода не порешает. Поэтому можно Дарксеру так же пойти сейчас. А Лайс могут подрасслабиться. Подрасслабиться, учитывая, что они выиграли тимфайт. Видят. Да, вот на миде увидели Байна Гирокоптера. Но это не то, что ты хочешь забрать. Можно вот дальше пробежать, потому что в отличной позиции был Готт, на которого напал Дум. Так же подходит у нас Дисраптер. Года забрали и Готт погиб. Ай-яй-яй. Летит сюда вся команда. Нужно попытаться Сережу разменять. Отличный врыв от Спиритбрекера. Хороший рассказ. Майнац погибает. С4. Есть блинк. Уйдет С4. За Думом Гнатс тоже тяжело стоит вышка. Ну, размен, конечно, неравноценный. Да, что-то Готт загулял. Не, но идея была хорошая. То, что Alliance потратили свои ульты, в данном случае ультаблю мастера, и они будут его бояться. Но Лода, точнее Бульдог, он просто решил проверить. Там есть с Разор-1, может быть нет. И как мы видим, хорошо. Хорошо очень получилось. Ну, с другой стороны, ВП забирают вышку. Дабл демэш на Элли Дани. Это помогает сделать. Сами ничего не теряют. И по золоту все еще держатся в хорошей ситуации. Дарксир, тем временем, берет уже восьмой. Ну, вот у Фобоса подходит нужный ему левел. Он будет гораздо более эффективен. Главное, под Дум не попасть. Потому что Дарксир это цель номер один. У него Мека, у него слишком сильные спылы. Разор ДК не так страшный. Ну, да, стеночка там. Суржом можно своего подсейвить. Там, например, когда Дум на кого-то кидают. Так, есть Фобоса. Есть 4, есть его тиммейт. ДК заходит, спиритбрейкер. Лина и должны стирать, стирают его. Виртус Про здесь здорово также ловят соло-мидера соперника. Но С4, как мы видим, тоже не безгрешен. Сейчас очень тяжелая ситуация в Alliance. Нечем дефить с Вейтого Рам. То есть есть только один герой, который может как-то откинуться с рейнджа. Это Гирокоптер, имея кулдаун. Но учитывая то, что ДК с блинком этот момент контролируют, то это очередной фри-тауэр для нашей команды. Ну и в итоге год разменен получился на Дисраптора, Брюмастера и два тавера. Если брать вот этот небольшой такой отрезок в пару минут. И по золоту, конечно, заработали очень много. Не, но мы видим то, что в ВП они вообще не боятся отдавать своих героев. То есть у них что год, что или да, могут спокойно пойти вперед. И даже несмотря на то, что кого-то убивают, они по-любому что-то забирают в ответ. Они не позволяют оставаться Alliance безнаказанными, пока идут у них вот эти долгие кулдауны. И в целом, как мы видим, преимущество все равно за ними. Чутка. Сейчас еще и на миде собираются. Все ультимейты откатят буквально через несколько секунд. Вот БКП бы дофармить, то есть на месте Virtus.pro можно подумать, что он сможет убить. Нас может убить магия Гирокоптера. Это куча баражей, кулдаун. Нас может убить Дисраптор со своим, кстати, штормом. Там Дум, который бьет тоже магией кого-то. Ну, не считая первым демиджем. Ну, я думаю, здесь еще Брюмастера стоит учитывать, у которого практически одна магия. Ну да, там клапы, станы и все остальное. И в целом, можно никуда не торопиться. Можно спокойно дофармить Black King Bar. Там для Разора, для ДК, и потом смело врываться. Ну, вот вся у нас статистика вокруг этого ДК вертится. Разор, тем временем, с Инжиньяшу себе покупает. И Лина покупает Point Booster. Будет выходить, видимо, в Аганим. Ну, против такого кэри, как Гирокоптер, это хорошая идея. В общем-то, его там быстро как-то залететь, застанет. Если он успеет включить ГБ, добить его Лагуной. Да, вообще отличная идея. Главное, чтобы Бэйн здесь не сыграл. Еще на пару с Бариком, там, можно почти любого героя убить. У Virtus.pro очень сильная инициация. Гораздо сильнее, чем у E-Lines. Да, у E-Lines есть Doom и есть Brewmaster. Но пока все это врывается, кастует, это не фиксирует тебя на месте. В то время как, если Spirit Breaker ДК врываются, следуют Стан Лины и Смок. Ну, вот такое, то есть, на мой взгляд, Дисраптор тоже ничего, он... Ну, скорее, так, на отступление поймать. ДК. Ультимейт. С4. Смотрим на Vision VP, не видят они С4. Такой проверочный Смок до Рошана. Вот сейчас можно побегать, если ты никого не шел, можно рискнуть Рошаном. Вот, проверить территорию. Никого нету. Можно даже поставить варды. Варды так, чтобы ты видел, подходит ли к тебе противник и... Отличный варш сейчас можно поставить, было бы на горку. Но видит Гирокоптера. Видит Гирокоптера, достаточно глубоко успевает застанет. Нужно моментально его минусовать и... Минус. Отличный. Бремастер врывается, но раскос, то есть, 4, нужно забрать до ульта. Слип, как же вовремя, и все-таки удается его минуснуть. Слип не помог. Doom на Dragon Knight. Doom на Dragon Knight, но этого недостаточно. Байбеков нету, и можно забирать вараки. Да, и самое главное то, что издали они минус прям под базы, где было большое количество крипов, и смог Ганг прошел просто идеально. Очень глубоко зашли. Не ожидали Alliance такого. Не, ну они правильно сделали. То есть, вот как и говорится вообще в многих предписаниях, утрывается на байна, ойки, проблема, походит Баратрум, забирает, остается Дезраптор, но его можно не трогать. Как и говорится во всех предписаниях Ганга, если ты хочешь, чтобы кто-то кого-то убить, то пропушь линию. Линия пушилась, степы подходили. И Лода, видимо, не ожидал, что прям вот так вот пойдут на Верочку. ВП до конца, и, пожалуйста, Ганг пропал сразу. Я не знаю, каким образом, но Virtus.pro удается отключить СНГ-мод и не врываться под Тир-4. Навязывают драку обратно, забирают Дезраптор, Бахов, станд по всем, Бульдог падает, остается только Лода. Нужно его забирать. Нет, нет, Лода раздал очень жестко. Лина минусует двоих, и Лил единственный выживший в этой ситуации уходит домой на ТП. Ну вот они его вырубили обратно. СНГ не выключится. СНГ не выключается, ребята. Включается само все равно. Как, я не знаю, что. 4800 урона от Гирокоптера. Очень много он нанес. И, тем не менее, удалось снести Бараки, и в целом размен получился хороший. Забрали сначала героев врага, и потом еще разменялись поровну. Да, Alliance больше получили, но только потому, что они проигрывают 5000. Ну, Alliance, самое время попробовать делать осторожно. То есть, когда ты не видишь никого на карте, и когда у врага есть суперкрутая инициация в виде ДК, который прыгает в тебя с блинка, в виде Лина, который, как мы видим, дает фантастический бурст, то тебе нет смысла, тебе вообще нет смысла вот как вот прям вот так нагло стоять и фармить, потому что если тебя убивают, то, джи-джи, как мы видим, Бараки быстро упали. Ну, то есть, как-то хорошо было бы откидываться издалека и ждать появления хоть одного героя на карте, но мы видим, что Alliance еще тепленькие. Вообще, на мой взгляд, хороший врыв был, потому что не попала Лина с Таном по Гирычу, но если бы попала, убили Гирокоптера, он не убил всех, это было бы ГГ. Прямо здесь, сейчас, все, все враги мертвые. Так нам есть, что покомментировать, да? А так есть, что покомментировать. Ну, да, немножко потянули время. Лина, в любом случае, набрала очень много и собирает Аганим. У Гирыча появляется БКБ, но у него 1900 хп, это не так много. То есть, нужно до БКБ успеть у него что-то раскастовать, да, его там могут подсейвить, у него останется часть хп, но Лагуна заходит в Black King Bar. Это очень большой бонус. Да, и вот для Alliance, ну, самое время вспомнить то, что технология VP работает, можно нажать смок, когда у тебя есть все кулдауны, и попробовать минусовать кого-то. И вот посмотри, как действует VP, когда никого на карте нет. Вот посмотри, как они действуют. Они просто, ребята, под Т2 тавер, можно там под Т3 тавер уйти. Год принимает максимальную сейв-позицию, и Alliance хитрецы. Да, Alliance хитрецы. Вот сейчас вот VP сделали то, что можно было сделать для Alliance, но вот что сделали Alliance? Раз уж мы никого не видим, то давайте заберем Рошана. Это то, что VP в прошлый раз то же самое бы сделать могли. Идут. Рошан, 3000 хп. Но могут успеть после, сразу же. Если удачно как-то... Рошан падает, 400 хп. Забирают его, ДК уже ворвался. Дисраптера нужно минусовать до раскаста. Минус два саппорта. Гирыч, отличный раскаст. Фуловый гирокоптер. Лина страдает. Лина все еще живет. Лил дает стан, но Гира в БКБ дум на Иллидана. Год убегает. Гирокоптер идет за ним. Фулл хп. Спасать Иллидана. Иллидан пытается уйти. Тем временем, Esfor добирает Darkseera. Иллидан у нас убегает. И размен 2 в 3. Айгис выбили, да? Да, Айгис выбили. Очень удачный тимфайл для ВП. У Дума. Очень удачный тимфайл для ВП. То есть вот Дисраптер с Бейном поверили, что они смогут убежать. И буквально вот в эту секунду отличная инициация от Иллидана. Но если бы Дисраптер с Бейном стали вот там вот за Рошана. И позволили бы Думу с Гирокоптером танковать. То все могло бы получиться совсем по-другому. Ну, в принципе, Иллидан он и врывался именно в саппортов. Увидев, он там сразу зафокусил Дисраптера, а затем Бейна. Ну да, здесь неплохо то, что этот Айгис выбили. И сейчас вроде бы Эллианс чуть побольше взяли. Они забрали Рошана, чуть больше выиграли по золоту. Но Айгиса нет. И в следующий раз ВП могут опять навязывать драку. Пока нету кулдаунов ультимейтов. Ну вот надо идти прям сразу. То есть есть буквально у Виртусов, наверное, где-то 20 секунд. Ну, КБ хотят дофармить в этом году. Да, но 20 секунд это маловато. Потому что сейчас у нас уже, в принципе, алики ждут на базе. Подготовили варды. Мы видим, что один вард стоит снизу, один сверху. И контролирует перетяжки Виртусов. И теперь, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Можно спокойно пофармить и подождать следующего Рошана. Без смаков очень тяжело сделать врыв. Владмир покупает Брюмастер. ВП захватывает контроль над картой. Но скорее даже и Лайенс отдают им этот контроль. Потому что очень сильно боятся, пока вот нет ультимейтов. Но вот Дум уже имеется. Ульт Бейна, ульт Дисраптера. Ну, они сразу умерли. И Брюмастер через 10 секунд. Вместо смаков Виртуса решили просто попробовать задевардить всю вражескую половину. Вот они убили первый вард. И Лайенс, увидев то, что здесь бегает вся команда Виртус Про, уходит вниз, чтобы там можно было пофармить стаки. Это, конечно, важнейший артефакт, этот Блинк на Дарк Сирии. С ним такие комбинации можно делать. И Год, наконец-то, дофармил свой БКБ. БКБ у Года, БКБ у Иллидана дают на данной стадии слишком много. ДК и Разор будут неуязвимы. Ну да, то есть есть такое небольшое окошко, где Гирокоптер, вот он пока имеет Санжешу, БКБ и Шлем, но это больше такие артефакты на фарм, чтобы быстрее бегать, чтобы там приручить крипа. А, да, такие средненькие статы, и пока нету там какой-то МКБ или там еще чего-то, там бабочки, то они могут попробовать сделать выход. Ну и плюс у него всего 200 урона, если Разор присосется, буквально за пару секунд он весь дэмэдж высосет. И комбинация рабочая, там, герои помогают ему держать его на месте, чтобы можно было весь ДПС забрать. И агрессия. А в принципе, кроме Гирокоптера физики здесь нет вообще. Но зато с Гирокоптером она слишком классная. И агрессия. Виртуса понимает то, что они сильнее. Полностью оккупировали вражеский лес, убили почти все варды, и мы видим то, что они здесь хозяев игры и нападают на тавер-центре. Остался один вард только на Рошане. Да, бульдог. Мы видим то, что блинка не имеет, то есть ему будет подойти без смока нереально. Или там скотлотара. И, наверное, из-за этого они хотят дефить. Да, ну на их месте вообще нет смысла дефить. То есть ситуация очень простая. И сейчас у любого героя, который идет вперед, прыгает ДК, жмет БКБ, и этот герой умирает. Какая-то бать на Гирокоптера. И старается со смока. Вот последний смок, который у них остался. Очень грамотное решение. Но ВП умнички. Просто красавцы. То есть забрали тавер, все, мы свою задачу выполнили. Мы знаем, что враг, ну в принципе, если хорошо начнет, то по-прежнему силен, и лучше отойдем, пофармим. Видят все. Сейчас главное, чтобы Лидане не отступили. Видят весь вражеский лес. Знают, что враг не пошел в лес. Видят, что Гирокоптер смещается куда-то вниз. И скорее всего он не один. И отступают. Ну, FNG-шка должен в такой ситуации понимать простую истину. F1, никого. Вот здесь вообще тишина, да, как ты сказал? Все, в свой лес можно не ходить. Пусть они там фармят на здоровье. И можно даже сами попробовать идти. Ну, ульта ДК пока нет. Точнее, если он заканчивается, я думаю, подождут, и можно выходить. Вот, оцени, где стоит. Вот она, вот она, дотка наша лютая. То есть они не выйдут фармить крипов, пока не увидят кого-то на карте. Пока что временно отключили СНГ. С трудом, но... Но вот сейчас может получиться. Инвиз у Разора... Это инвиз и год. Классика жанра. Это классика жанра, но очень хороший момент, что никого нету с интереей. То есть сейчас... А, нет, все, нельзя. То есть можно было как-то попробовать опустить Разора вперед, дать визу. Они просто стягивают на базу врага. Они просто стягивают, да. Лучшее решение, если враг там бегает, где-то вас спидпушит, и вам это надоедает, то самое верное решение это просто пойти и начать бить ему базу. Ну, здесь стоит отметить, что не так много демеджа есть у Alliance. Они начинают бить Тер-2. У самих же Alliance нету уже Тер-2 ни одного. И начинают страдать Тер-3. Вот по миду заходит год. Не включая... Элидан. Не включает ультимейт. Возможно, потому что он на кулдауне. Так, стягиваются все. Главное, не попасть под дисраптер. Да, им можно спокойно отойти. То есть мы свою задачу выполнили. Стянули четырех героев на базу. Теперь можно сделать имитацию того, что ты бы ушел фармить свои леса. Хотя пока Alliance не ведутся, но есть шанс. Есть шанс. Есть вард. Одни и другие шарики. Вот это вот игра, когда одни и вторые понимают, как в доту играть. И в итоге эти не слезут отсюда, а VP находится у лесов. Но есть выгодная позиция. У VP она повыгоднее. То есть эти могут всю жизнь здесь сидеть, а VP могут пойти пофармить лес, могут там стаки лода забрать. Рошан скоро появится, то есть можем еще варды приготовить. И идет S4. ДК включает ультимейт. Нападение на S4. БКБ. ДК успевает включить. Нужно S4 убивать. Вакуум стирают S4. Байбеха нету. У ульт герокоптера заходит тонну. Дэмэдж вписать не удается. Хватают Иллидана. Иллидана нужно спасать. Нет, Иллидан погибает. Но Гот успел навесить поводок на лоду. Гонит его на базу. 280 урона. И все-таки удается спастись на базе. 2 в 1 размен. Очень это было рискованно от Virtus.pro врываться так далеко. Мог еще и бремастер успеть раскастоваться. Но теперь отойти. Ну да, более-менее. Идеальная позиция от BNA. Просто с горочки поймал ДК, который совершил первую инициацию. ДК закончилось БКБ. И герокоптер его разорвал. То есть в целом приди Alliance на 2-3 секунды позже ВП бы вообще, может быть, там сейчас бараки забирали. Но пока, как мы видим, нормально. Пока все нормально, ВП. Пока все хорошо. Ну и нужно дождаться Рошана. И с Рошаном уже заходить. Здесь такая попытка была немножко авантюрная. Вот такая агрессивная игра. Вот даже несмотря на то, что алики размениваются, выигрывают там 300 голды, 500 голды. Они начинают зажиматься на своей базе. И это огромный плюс для Virtus.pro. Напряжение. Да, потому что можно в любой момент спокойно пойти Рошана забрать. Сейчас. Это легко объяснить. Если они отбиваются, они врываются на 300, на 500 монет. Но если они не отбиваются, это ГГ. Да, то есть у тебя упадет база. Как уже один раз было с рейнджовым бараком. И ВП понимает то, что все нормально. Мы по-прежнему в замесе хороши. Убегаем в свой лес. Вот можно там подвардить, что-то сделать. И расставить варды. Гемп по атаке. Ой-ой-ой. Буквально за секунду. Разводят на вольт. И бежать. Бежать, бежать. Можно просто отдать ФНГ. ФНГ. В принципе, одна корова, ничего страшного. Это суппорт. Если сейчас не появится Рошан, то размен нормальный. То есть, да, ворвались. Брюмастер потратил свой ультимейт. И, в принципе, вот сейчас вот 40 секунд. Коробка появится. И можно снова идти в замес. Ну, вопрос, когда появится Рошан. Это самый важный вопрос. Должно повезти Виртуз Про. И он должен появиться одну секунду через 50. О, две минуты. Это... Пойдет. Этого хватит. Да. Так, Лода... Брюмастер не успеет. Хотя нет, успеет. Лода тем временем, как мы видим, решил сделать такого убиватора гирокоптера. То есть, не ориентируется он на какую-то бабочку, которая будет давать ему армор и все остальное. Потому что против Раззора у тебя игра простая. Если ты успел там с флэка сделать 6 ударов, то ты убил. Если ты за 6 ударов с флэкэна никого не убил, то, в принципе, все. Ты дальше уже ДПС вообще не делаешь. И лучше забить. Поэтому варит МКБ, чтобы был максимальный ДПС. Да, и Дум покупает себе БКБ. Теперь с ним тоже будет не так просто. Два блоккингбара у команды Alliance. С4, у которого есть ульта, с которой он сейвится довольно неплохо. Ну и Виртуз Про. Раззор купил себе плейтмейл на армор. Пока непонятно, что будет делать. Но, скорее всего, ДК сделает кирасу. Раззор, наверное, какую-то шиву. Что-то из этого. Ну, знаешь, по поводу БКБ. На гирокоптере понятно, что гирокоптер это лют. И дамагер. И он очень плотно вписывает дэмэдж. То есть ему там секунда станы. Это критичная ситуация. Но вот по поводу БКБ на Думе, не знаю. То есть Баратрум тебя все равно ударит. Лина даст тебе лагуну. Ультар Азора будет тебя коцать. Ну и ДК, если уж у него блинг, то он по-любому раньше начнет тимфайт. То есть какой-то блинг бы, не знаю, или может быть там Лотар на Думе точно бы не помешал. Чтоб можно было врываться. Врываться первым, чего очень не хватает сейчас. Да, это вот. Ну это как бы это имба. То есть многие забыли, да, но по-прежнему этот герой вообще является самым опасным. Потому что даже несмотря на то, что понерфили дэмэдж с Аганима на Думе, все равно, если повесить его там на Азора, который не включит, ультимейт, статиклинк и все остальное, он вообще не герой. Он там не успеет сделать ничего в замесе. И Лайенс готовы драться. Развартили всю карту, ну как они думают во всяком случае, и это правда, в общем-то. И положили гем на базе. Вертус про выходит, гем у Лила. Забирает Лайенс выгодную позицию, стоит на горочке, нужно продолжать и стоять. То есть нельзя вот сейчас так вот выходить и убивать, потому что Вертуса могут напасть на них сверху. Да, уже кликает, уже кликает разор, вот куда нужно идти. То есть где нужно успеть занять свои точки. Филбер смешер на Рошане. И решили на Рошана не идти. Но вот сейчас вот можно вот подойти. Нам палится медведь, он все спалит. Да, да, да. Так, опаснейшая ситуация. Могут, могут попасть на С4. Нужно натереть вакуум. И успеют ли убить С4? Нет. Убили только Дисраптера. Схватили Года. Он по думам, по дультом бы и на. Рассказ Герокоптера. Год штанковывает. Все. Уходит. Год должен выжить. Брюмастер дает камень. Год. Год живет. Лода получает стан. Пока что размен один в один. Год заканчивается действие. Дума поднимают в воздух Дарксира. ДК разменивается с Герокоптером. Здесь же Дум. И ДК погибает. Три в один. И Лайенс выигрывает эту драку. Попытка была очень хорошая. Размен у нас только 2 в 3. Лил еще добил Брюмастера. И отступили. Каким образом Лил там его? С чем вообще? Ну, просто с руки запинал. Или все-таки Лагуны? Тут пулдаун какой-то идет. Ну, в итоге, да. 2 в 3 размен. Не успели С4 убить до ультимейта. Очень обидно. Сделал он, конечно, своим ультом очень много. Ну и опять. Немножечко. Немножечко приходится ВП нападать так растянуто. Они врываются. Кто-то не успевает подойти. Возможно, придется отдать Рошана. Ну вот сейчас Алики их наказали. Что не говори, но как бы это... Ну, изначально выглядел байт, да? То есть стоит Брюмастер. Рядом все герои. Рядом тут Дизраптор, который успевает провязать Глимер Кейп. И все остальные товарищи, которые молниеносно завязали свои спылы. Вот походу, что ФНГшечка решил забрать Аигис. Хотя как он-то будет делать, непонятно. Получает слип. Ставится ракетка. Подходит Бульдог. Очень хорошая стяжечка от Фобуса. Браво. О, как они там долго будут стоять. То есть можно их еще, кстати, и побывать. ТП нету. ТП нету. Удвайфер и УСА. И нету никаких форстафов. Ох, сейчас бы как вас тут вжахнуть-то, а? Ничем не могут помочь Саппортам. Саппоркурьера убить. Летит ТП. ТП не может передать. Забирают Дизраптора. Нужно, нужно сбить. Будет ТП, если будет делать Гирокоптер. Гирокоптер делает ТП. И нечем, нечем подстанеть. В этот момент в погоне за Бойном забрали двух суппортов. Байбэков нету у суппортов. И без суппортов, даже несмотря на то, что есть Аегис, можно попробовать забрать Бараки. Нужно рисковать. Ой, как же сейчас Фобос-то сыграл. С ФНГ на пару. То есть один втанковал, показал героев, ну а Фобос идеальную позицию забрал. Ловят. Брюмастер. ФНГ. Втанковывает. ФНГ. Разгон на Крепа. Тянет время. Хорошо. Дарксир в воздухе. БКБ не успел дофармить. Из Гирокоптера высосили 98 дамеджа, но этого маловато. Бэйн байбэкается. Откатил байбэк. Дум. Есть ультимейт. Есть Аегис. И ДК прожимает БКБ на развороте. Гирокоптера стенка, стяжка. Спиритбрейкер врывается во всех. Это минус 2. Минус 3. Падает Бульдог. Это только Аегис. Но как он отсюда будет уходить, непонятно. Отпускают. Подходит Дизраптер. Подходит Гирокоптер. Ставит статикшторм. Также врывается на Фобоса. Фобосу нужно уходить. Остается Лил. Отличный врыв от Олидана. Нужно танковать. Ни в коем случае не уходить. Лода не понимает, кому его бить. Год его держит. Держит на поводке. И Лода никуда не денется с подводной лодкой. Хотя нет. Уходит. Уходит. Но на развороте. Год гонится до конца. У Лоды проблема. Бежит за ним. И Хонгэн. Нужно добивать его. Давай, давай. Хорошо. Картлай игра от Года. Увернулся от первой ракеты кулдауна. В итоге Virtus.pro заставляют сделать байбэк на Гирокоптере. На Байне. Забирают пятерых. Аегис. И как же они сейчас исполнили. Это что-то фантастическое. Да. Ну и смотрим. Бараки по-прежнему стоят. Но сейчас мы увидим графики. И как же сильно они должны будут измениться. Да. Ну сейчас Virtus.pro должны понимать, что Alliance уже теряются. То есть сам по себе врыв, когда вас трое, врагов пятеро, он не совсем адекватный. То есть прыгает Брюмастер в толпу, при том, что Гирокоптер находится далеко. Он убегает от Разора. Как мы знаем, Doom. Ну он такой больше Аурамен, который бафает своих тиммейтов, но не так жестко убивает. И Alliance ошибаются. То есть уже в довольно-таки простых ситуациях Alliance уже, видимо, знаешь, им там мерещится, что бежит на них FNG в щите. Что прыгает, Darkseer стягивает под вакуумом. И это нужно использовать. Кстати, стянуть на горку это не так уж и просто. Буквально вчера или позавчера SSS пытался это сделать. Но Dota работает таким образом, что если ты тянешь ровно на горку, то не на каждую горку можно стянуть. И нужно иногда тянуть чуть за. Ну вот как мы видим у Фобоса получилось. Ну что, ДК у нас пока не очень хорошо набирает артефакты из-за того, что погибает. Фобос берет БКБ. Он уже, наверное, задолбался крутиться в воздухе, потому что каждую драку абсолютно его поднимают вверх. И БКБ позволит ему кастовать свои спылы. Не только стенку стяжку, но и какие-то щитки давать, грейвзы, которые дают, конечно, очень много. Ну и еще есть такой плюс, что с БКБ ты на 100% уверен, что какой-то Дизраптор, ну 100% тебя первым не возьмет. И ты по-любому дашь свои спыла его первые. Ну а потом уже на кулачную до последнего. Так, Разор берет Ultimate Orb. Возможно, под Линкин. Есть Шива. Нетворс очень хороший. Байбеков нету, да, у Байна и Гирокоптера. И сейчас немножко боятся Элайнс. Но опять они всю игру, в принципе, боятся. Бульдог пошел в тот самый Аганим, про который ты говорил. Ну вот они сейчас уже на той стадии, когда они понимают, ну, конкретно куда им идти. То есть ты нажимаешь на F3, вообще ничего не видно. И ты думаешь, может быть, ВП здесь стоят на горочке, может быть, вот здесь стоят. И такой страх чувствуется в их действиях. А у ВП все проще. Ну, раз слабончики, ФНГ пушат вообще один вверх. Сейчас Алики думают, что там стоит вся команда. В это время еще Фобус пушит низ. То есть вот теперь Алики знают, что где-то точно не стоит вся команда. То есть можно напасть на одного из них. Но даже несмотря на это они не нападают. Они сидят на своей базе и нетворцы пользуют Виртуз Про двигаются. Графики очень хорошо растут. Именно из-за драки не удалось получить многого. Потому что у Думы был Оегис, забрали много в ответ Лайонс. Но вот сейчас, после доформить каких-то пару артефактов из серии Кираса Ленка, если Ленка зайдет, то это может быть вообще победа. Ну, фармят все абсолютно в ВП. Все, что хотят. По всей карте. И Лайонс зажатый полностью на базе. Не могут выйти никуда. Так, вот тут Галей интересный айтем билд демонстрирует. У него Санжи Яша БКБ Шива. Такой ауромен. То есть не хочет он быть каким-то таким супер дизейблем, точнее супер дамагером, а сосредоточил все свое внимание на гирокоптере. Ну, ему главное жить. Ему главное жить и высасывать из гироча демедж. И тогда демедж у тебя будет. Ну, да, да. То есть можно Санжи Яшей повесить там замедление. Потом еще идет замедление от Шивы. Потом, допустим, если ты собираешь Скади, хотя я думаю, что это Ленка, ну, Скади тоже здесь нормально. Ты еще замедляешь его с этой тычки. Игра, которая вообще от тебя никак в жизни не убежит никуда. Может нормально получиться. Ну-ка. Нет, Скади. Вот, Скади. Блин, купил себе Лил, и БКБ практически готовы у Спиритбрекера. Важный артефакт. Да, Скади решил. Ну, статы, 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 статы. Замедление. Тут дольше зарешает замедление. Со Скади, со сломанной ноги, с Шивы, если успеет. Это вообще там на месте он будет стоять. БКБ есть на Спиритбрекере. Как же много сейчас ВП получают. Ну, дофармить Скади и Кирасу осталось на ДК. ДК там чуть-чуть. Что у него? Рецепта еще нет. Да, ну, ДК нужно где-то дать фарм. Илья. Ага, Илья без фарм. Увы. Ну, нужно бежать. 1-6-17. 17 ассистов, конечно. Да, фрагов забрал не так много. Но количество ассистов говорит о том, что довольно полезен был. Ну, такое, когда ты играешь на ДК, в каждом замесе ты ловишь дун, там тебя фокусит всей командой. Ты, ну, ты вынужден первым погибать, и из-за этого твои тиммейты начинают убивать. Аналитики говорили там про годолюбов. Да, да, про годолюбов. То есть можно наблюдать за тем, что в целом-то у Дарксера все идеально. У него там 15-тичный творца, и он имеет все ключевые артефакты. Там Ильина подтягивается, и фангерщика на барике, и БКБ Владимир. Так что, можно сказать, что это... Ну, обычно играет на своего кэрри, как вот, допустим, на лозы сейчас Alliance, а Илья играет на свою команду. Вот. И все делает для своих ребят. Смоук, ну, не дофармлено еще Кираса и Скади. Мне кажется, нужно. Ну, вот, используют для того, чтобы поставить вот такой вот варби спалево хороший. Alliance не видит почти ничего. Несмотря на то, что гем у них вроде как все еще есть, да, но выйти с базы не могут. Хороший винрейт со Скади у Разора, но... Да, замедление решает. Ждут, но, ребята, нужно аккуратнее. Может быть, стоит все-таки дофармить ключевые арты. Ломиться на базу слишком тяжело. Она подождает. Вас никто не заставляет торопиться. ДК в кастовал ультимейт. Ну, зачем? Видит Разора. То есть на базе мы видим позиционочка. Бэйн готов слипить. Майнац имеется два гримеркейпа. Ошибся, Бульдог. Нужно цеплять. Ну, далеко все. Далеко, очень далеко. Еще его. Брюмастер врывается. Нужно бежать. Нужно просто бежать. Бежать всем. Разводить на БКБ. У СФОР она очень скоро закончится. Можно на него напасть. Прыгает хорошо. Улидан, Адмирал Бульдога подключается. Лил Бульдога забрали. Выходит Лода. Начинает ДПСить. Очень много урона вписывает. Но Год. Год высасывает весь дамаг из Лоды. И Лода приехал. Такая шикарная драка. Развели на все. Высосали весь. Дэмэдж остались. Только саппорты. Нужно добивать майнац. Майнац добиваю. Атаки. Замедление. Минус Аки. Минус 4. Без байбэков. Это ГГ. Да. Вот это драку Виртус Про сейчас провели. Настолько жестко развели соперника. Да. Первый ворвался Лидан. Вся команда уже думала, что начнется битва. После этого сделали вид, что отступили. Ну и Сфор думал, естественно, надо их добивать. Но тут мы видели. ВП взяли вообще идеальную позицию. Падают две стороны. Гирокоптер выкупается. Но Виртус Про в пятером. Вы вдвоем. Ульта Брюмастера нету. Ульт пошел Гирокоптера. Заставляют отступить. Брюмастеру дают стан. Сконцентрировались на базе. С4. Забирают его. Поводок. В очередной раз на Лоду. Лода просто ничего не может сделать. Он поймал ультимейт спиритбрейкера. Замедление от Разора с Анжин Яши. И перестал двигаться вообще. Или Дан БКБ. У Лоды БКБ было раньше. Нужно ждать, когда закончится. Кончается ультимейт. Стирают Лоду. Гуд гейм. Вел плейд. Сумасшедшая по напряжению игра. Но как же хороши были в ней Виртус Про. Несмотря на некоторые ошибки. Последние вот эти завершающие штрихи в драке поставили сильно. Ну, тут нужно смотреть. То есть Виртуса ошибались в атаке. Когда они сделали... Хотели сделать очень крутой мув. Они врывались чуть ли не на базу. Ставили ворды. И вот почти чуть-чуть. Если бы они Альянс дожали, то они бы игру выиграли. Поэтому это хорошие ошибки. Это ошибки от красивой игры. Ну, а Альянс, видно, что они обалдели от того, что происходило. Они практически не атаковали сами. Буквально в начале пару попыток сделали. И дальше только оборонялись. Именно за счет этого удавалось так долго им держаться. Потому что нападать объективно на базу тяжело. Красавцы, что смогли ВП сдержать свой вот этот вот СНГ-шный врыв. И не пошли слишком далеко. Не отдали слишком много. 1-0. Нужно собираться.